Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые памяти которых в этот день празднует Святая Православная Церковь Молите Бога о нас! В прошлом видео мы говорили о том, что делать сразу после знакомства. А вот сегодня мы расскажем, как гулять комфортно и безопасно. Гулять с новыми знакомыми, чтобы выяснить, развивать или не развивать с ними отношения. Ну, на самом деле не обязательно, хотя прогулка очень эффективна, чтобы оценить своего нового знакомого, потому что на прогулке больше свободы действий. Например, в театре вошел, все на место, посмотрел представление, вышел. А на прогулке варианты разные бывают. Прогулка – это вообще универсальный способ проведения досуга. Иногда даже отношения между мальчиком и девочкой называются «они просто гуляют». Мы пешеходы, поэтому основной упор делаем именно на пешие прогулки. У велосипедных и автомобильных прогулок есть свои особенности. Мы их не касаемся, мы в этом не разбираемся. А при прогулке, как правило, неважно, с кем вы идете гулять, с новыми знакомыми или со старыми друзьями, потому что принципы прогулки, они одни и те же. А, ну, как же неважно. Например, девушка к подруге на дачу может смело ехать, а к молодому человеку поехать на дачу – это просто опасно. Вдруг он маньяк, насильник или убийца. Критерий «а вдруг он насильник и убийца» относятся к теме безопасности прогулки. Иногда и к старому надежному другу не стоит садиться в машину и куда-то с ним ехать, если у него машина неисправна. Даже если не разобьетесь, просто заглохните, то провести ночь на обочине шоссе – это небезопасно. Насколько я понимаю, самый главный критерий – это безопасность. Правильно. Потому что все-таки мы хотим жить, как ни странно. Точно. Но, чтобы обеспечить безопасность, надо объективно оценивать опасные факторы. Люди бывают боятся летать самолетами, но не боятся переходить дорогу на красный свет. А опасные факторы в каждой ситуации разные. Например, классика. Не надо бежать через дорогу перед едущим транспортом. Особенно, если рядом есть оборудованный пешеходный переход. Не надо это делать, даже если все так делают. Ну, это же элементарно. Но, тем не менее, люди так делают. А если рядом? Еще. Человек противоположного пола, с которым вы только недавно познакомились. Ну, прямо и хочется совершить что-то опасное. Особенно, мальчику. Кстати, склонность к опасным поступкам вашего нового знакомого – это хороший критерий того, что, возможно, с ним имеет смысл прекратить общение. Ведь жизнь и здоровье дороже. Ну, конечно. Причем, не надо забывать про нефатальные опасности. Например, отправляясь на прогулку зимой, надо одеваться по погоде, как ни странно. Точно. В него помещаются два свитера и две ветровки. Вечером возвращаются с прогулки. Заходим в магазин и сюда же в этот рюкзак кладем продукты. Сейчас, когда прогулки изо всяких карантинов могут запретить, приходится еще соблюдать технику безопасности при общении с разными проверяющими или тем, кто косит подпроверяющих. И, например, не говорить лишнего. Иметь альби, иметь разрешение на прогулку, иметь маску типа намордник, перчатки типа наручники. Например, когда весной была самоизоляция, нельзя было говорить «я иду в гости» или «я гуляю», а только «я из магазина» или «я из аптеки». А когда с дачи в город автобусом люди ездили и надо было для этого заказывать пропуск, то пропуск заказывали в травмпункт. Ой, сразу такая эпидемия травматизма, представляю. Да, война, эпидемия травматизма. Поэтому историки, археологи будущего, когда раскопают базу данных по пропускам, в травмпунктах решат, что была война. Да, точно. То есть, если полиция спросит, мы не гуляем, мы идем из аптеки или в аптеку, потому что в ближайшей аптеке нет нужного лекарства. Следовательно, идем более дальним. И это правда, в аптеку действительно зайдем, ведь нас всех приравняли к преступникам. И выходя из дома, надо было иметь железное алиби. Мы заодно узнали цены на лекарства, которые обычно используем. Теперь знаем, где дешевле, там покупаем. Ну да, заодно полазили по сайтам юридическим, по сайтам теоремной темы, чтобы знать, как разговаривать с полицейским, как обеспечивать себе альби. Ну, то есть, важно знать заранее адрес аптеки и желательно в эту аптеку действительно зайти, чтобы иметь действительно альби, что вот продавец видел нас. Если вдруг на нас протокол составит, чтобы в суде сказать, у нас с Альби, мы действительно в аптеке были. Вещь доки. Да не обязательно купили, лекарства не было у нас с собой, упаковка от редкого лекарства, которое в этой аптеке не было. Мы ходим по всем аптекам, нагуливаем в день наши любимые 20-30 тысяч шагов вдоль железной дороги. Потому что вдоль автомобильных дорог более загазованно, вдоль железнодорожных путей более экологически чисто. Все дороги через зеленые насаждения заперты. Еще охраняются ментами. Ну да, охраняются полицией, поэтому безопаснее гулять там, где хотя бы кто-то идет. Что мы не одни, у нас будут свидетели. Если полиция захочет к нам применить какие-то противоправные действия. Или те, кто хочет так полицию. Да. А когда на улице обязали носить заморники? Ну да, когда намордники, то тут еще такие лайфхаки были, что чтобы без намордника, то соответственно рядом имеешь бутылку с минералкой. Спросят, почему намордник на ухе болтается. Ну я воду пью? Вы что, уже оказывается нельзя не только дышать, но и нельзя и пить? Хотите не только задушить, но и жаждой заморить? Ну или там в кинотеатрах, это естественно защита от намордника, это паскорн. Ну да, я жую, да. Поэтому вот намордник на ухе болтается. Ну да, почему нельзя жевать? Ну да. Точно. А еще тоже надо обязательно ходить там, где больше людей. Чем плотнее толпа, тем лучше. Это природная защита. Когда травоядные в стае, то хищнику намного тяжелее выбрать жертву, чем напасть на одиночный отцеп. Травоядные как раз не в стае, а в стаде. Ну в стаде, да. Это хищники нападают в стаи. Какие-нибудь... Волки, да? Ну, в нашем случае двуногие хищники. Ну да. Которые имеют власть нас оштрафовать. К сожалению, да, вот. Поэтому вот тоже техника безопасности. Техника социальной безопасности. Обусловленная конкретными социальными ситуациями. Надо понимать, что за лояльность к глупым бесчеловечным мирам, типа не выходить на улицу, не двигаться, не дышать, вас никто не наградит. А здоровье будет испорчено. А природой нам, хомо сапиенсам, поставлена задача выживать. И проходить каждому индивидуально естественный отбор. Мы никакие не ковид-диссиденты. Мы просто думаем... Мы просто выживаем. Да, мы просто выживаем, заботимся о своем здоровье. И понимаем опасные факты. Люди болеют не только коронавирусом. К сожалению. И люди умирают не только от коронавируса. Ну да, если бы на время эпидемии остальные болячки бы выключили, тогда, пожалуйста. А, так не будет. Но вот бог не вмешивается, не выключает их. С масками некоторые тоже ведут себя очень небезопасно. Начинают спорить, ругаться с продавцом, с полицейским и другими чиновниками. Делать этого ни в коем случае нельзя. Потому что все, что касается темы, что маска нарушает ваши права, что такое решение мэра города не конституционное, это говорится в суде. А протокол на штраф вам выпишут сейчас. Именно полицейский, к сожалению, он, а не судья даже. То есть, при разговоре с должностными лицами надо или надеть намордник, если ты лоялен к власти, или выступать против действия этой власти, но грамотно по всем правилам гражданского неповиновения. Заходите на сайт политтехнологов, что такое гражданское неповиновение, как этим заниматься. И главное правило – это массовость. Точно. Нет у тебя хотя бы сотни тех, кто готов выступить против масочного режима? Надя намордник, отсиди тихо. А еще лучше не выходи из своей ипотечной квартиры, пока судебные приставы не выгонят из нее за долги. А еще лучше скорее подыхай, но не от коронавируса. Так поможешь, что лучше статистика. Ну да, зато социальную дистанцию обеспечишь. Ага, точно. Но не пройдешь естественный отбор. Поэтому как бы решайте. Задача-то у нас стоит выжить, поэтому надо учитывать все-все-все опасные факторы. И вавировать, и обходить. Да, и соблюдать технику безопасности не по одному параметру, а по всем. Ну правильно, потому что по одному это слишком легко. По одному это всегда было много разных параметров. Можешь, и даже в древние времена, можешь нарваться на змею, а можешь нарваться на пещерного медведя. В общем, в жизни мало чего изменилось. Можешь и машина сбить, могут и оштрафовать, могут и мошенники развести. Можешь и сам просто споткнуться и разбить бошку. Поэтому технику безопасности на прогулке надо соблюдать сразу по множеству параметров. Которые, кстати, в наше время еще и добавились очень много. Ну вообще. Нет, параметров всегда было много и разных, но как бы надо все учитывать. И больше внимания уделять наиболее вероятным опасностям. Точно. А не наиболее опасным. Да, точно. В общем так, да. Итак, мы поговорили про безопасность прогулок. Перечислим типичные опасности. Наиболее часто встречающиеся, с которыми можно столкнуться на прогулке. Ну это, во-первых, одежда не по погоде, можно простудиться. А человек, который кашляет или чихает, это почти вне закона. Могут закрыть на карантин, могут оштрафовать. И до полного разорения заштрафовать. Растуда в наше время, она в общем-то... Хуже спина и хуже многих других действительно серьезных заболеваний. Да. Лучше спидом заболеть, до него хотя бы штрафовать не будут. Да, тут могут переночевать, закашлять. Кто знает, будут стрелять на поражение. Какие-нибудь... Почему нет? Ковидиоты. А почему нельзя-то? Вторая опасная ситуация, это бегать за компанию через разные дороги. Как автомобильные, так и железные. Здесь желательно своих ближних как раз останавливать, а не с ними за компанию бегать. Может быть спасете кому-нибудь жизнь и получите награду от Бога за это. Ну это да, потому что Господь, Он в этом плане более справедливый, чем люди. И еще опасность, это куда-нибудь выехать туда, откуда потом непонятно как выбираться. Особенно это касается, если вместе с автомобилистом куда-нибудь поехали, и они решили там еще затусить. А вам с ними уже надоело тусить. Или уже подошло время, и надо торопиться, уже... Ну это да, типа... Ой, а мы решили заехать к другу, у него так кайфово, у него такие шишлыки. Ну да. Ну а я не хочу к этому другу. Ну а я спешу на работу, или научу. Ну да. Ну тогда скажут, ну вот здесь где-то проходит дорога, здесь иногда бывают автобусы, иногда бывают электрички. Когда они ходят, я не знаю. Ну да. И выбирайся там, как умеешь. Вот-вот. И непонятно, выберешься ли, или заблудешься, или тебя там кто-то нехороший встретит. Это точно. Как двуногий, так и четыряногий. Ну да. И неизвестно еще действительно, с какими опасными тварями там можно встретиться. Да. Ну и форсмажор. Вдруг там маньяки ходят. Да. Ну и медведи, или змеи. Ну и форсмажор. Коронавирусная пандемия, от которой неизвестно, чего ожидать. Чего ожидать. Ну да. В будущем. Ну, может быть, будут стрелять на поражение по каждому, кто кашляет. Ну, хоть так. Может, начнется гражданская война. Тех, кто за право дышать, и тех, кто боится коронавируса. Обязательно. То есть, может, начнется гражданская война, масочники и безмасочники. Точно. И все, и вот прямо вот полстраны на полстраны. Да, маска бараны против ковид-диссидентов. То есть, как красные и белые. То есть, как красные и белые. Ну точно. То в масках, то безмасок. Асоцирует мальчик драку. Ну, получит ножом под ребро. А девчонки, в полицию хотите давать показания? Ну, вообще, это было придумано, когда в деревне гуляет, ты мимо дома все равно идешь. Ну и проводил. Ну да. Вообще-то, это тогда было, а не чтобы ехать на другой конец города на метро, а потом возвращаться неизвестно, успеешь на последний поезд метро или не успеешь. Ну вот вот. Главный вред, вообще-то, это что мальчик потом бежать, типа я на нее такие силы затратил, я ее провожал по ночам, а она такая плохая, мне и секция не дала. Да, и даже гулять не хочет. Ну вот. А она и не просила, сам навязался. Сам дурак, да. Кстати, кроме безопасности, важен еще и комфорт. Гулять должно быть, как ни странно, легко и приятно. Легко и приятно, точно. Обязательно удобная для этой прогулки одежда и обувь, обязательно по погоде. Но не на высоченной шпильке обувь должна быть, а на нормальной подошве. А вокруг вас должно быть еще и интересно и красиво, причем вам в том числе, а не только вашему спутнику. А иногда бывает, люди идут гулять туда, ну, после клуба знакомств, где не интересно, сразу им двоим. Ну, а что это за прогулка дурацкая? Ну, потолпились они, потоптались, но дошли они до Красной площади. Ну, пожалуйста, но... Не знают они даже, куда им пойти, потому что им просто неинтересно, это прогулка. А что, по Красной площади, ну, пройтись, осмотреть, все. Они сами не знают, что им интересно. Вот так бывает. И найти все... Поэтому они вроде познакомились, и вроде им надо пойти погулять, а они не знают, куда идти гулять. И зачем? Им потому что неинтересно любое направление. Офигеть, ооо, да и такое бывает. Ой, ну надо же. А потом убежать, что что-то от семейной жизни получается. Ну да. И, кстати... То есть, значит, еще раз повторяю. Значит, удобная обувь, и вокруг вас, вам комфортно и интересно. И красиво. А еще анатомические потребности тоже должны быть удовлетворены. А удовлетворенные анатомические потребности, это значит, у нас есть силы, у нас ничего не болит, мы не хотим есть, пить и в туалет. А так как прогулка, это процесс довольно долгий, как правило, то надо учесть, что мы будем эти потребности вовремя удовлетворять. Например, перед прогулкой хорошо поесть, попить дома, чтоб не раскошеливаться. Сходить в туалет тоже, чтобы долго не тратить на него время. Только после этого идти гулять. А еще... А с туалетной темой вообще бывает очень много проблем на пустом месте. Люди стесняются об этом говорить, а потом начинают посреди прогулки искать в парке Макдональдса. Потому что они думают, что Макдональдс это единственный туалет. А в Макдональдсе вообще-то туалет для посетителей. Туда вообще не обязаны пускать людей с улицы, которым захотелось пописки и покакать. Ну да. Там может быть... Они вообще могут быть в таких кормушках, поставить охранника, который говорит, вот чек покажи, тогда пущу в туалет. Такое бывает. Там может быть и ситуация, что одна работающая кабинка и в нее очередь. Человек их 10. А то и больше. Ну, больше-то вряд ли. Но минут 10-15 стоять придется. А у нас в Москве, вообще-то во всех нормальных московских парк, есть бесплатные туалеты. А, они не все открыты еще. Да, и такая есть проблема. Поэтому важно примечать, где по маршруту вашей прогулки есть доступные туалеты. Обязательно. И не комплексовать, проходя мимо, заглянуть, проверить, работает ли этот туалет или не работает. А то ты уже на него рассчитываешь, все четко, все, я потом опять вернусь, воспользуюсь. Приходишь, за дверь хватаешь, закрыто крепко. Приходишь, прислушиваться к своему организму, знать, захотите ли вы в туалет в ближайший час или не захотите. Если вы там выпили напиток, скорее всего, захотите. Туалет на прогулке – это стратегический объект. Без еды и без воды обойтись намного проще, чем без туалета, если поиспичило. Ну, конечно. К комфорту надо еще отнести и удобный маршрут. Не только сам маршрут, но и движение по нему. Например, на массовых народных гуляниях некоторые вот приходят и сразу покупают сувениры. Непонятно, нафига. А потом у них в руке этот пакет с сувенирами болтается и сильно мешает. Мы как-то пришли гулять в центр Москвы, и вдруг какая-то девушка мне вручает пакет с кружкой с символикой. Я подумала, надо же, за что мне такой убогой такой подарок. Кружка-то, небось, очень дорогая. Ну, просто эту девушку этот пакет с кружкой уже выбесил. После того, как она с ним час походила, он ведь болтается в руке, даже селфи нормально сделать не дает, по ногам бьет. А за спиной еще и нету рюкзачка, куда можно просто этот пакет забрать. Ну, а люди-то идут гулять, они стараются не брать с собой всякие сумочки, потому что там сплошные проверки, там эти металлоискатели, досмотры. Если ты пустой, то ты просто проходишь. Если ты сумочка, это другая очередь, где в эту сумочку там будет залезать. Тоже потеря времени, тоже неприятно. Вот поэтому она тебе и отдала этот пакет с кружкой. Правда, мы эту кружку в пакете, к сожалению, тоже возле урна оставили. Жалко было, конечно, ее, эту кружку. Ну, нам тоже нежелательно бы, чтобы этот пакет в руке болтался. Еще вот некоторые приходят на народные гуляния и сразу выстраиваются в очередь кормушкам. Найдятся выпечки, напьются напитков и выстраиваются в очередь в туалет. Пока стоят, опять от нервов захотелось есть. Ну, вот, в общем-то, и вся прогулка вот так проходит. Вот так, ага. Лично мы для себя решили, мы не жрем на прогулках, ибо, во-первых, это очень дорого. Во-вторых, идем гулять именно, чтобы просто побольше походить, а не чтобы жевать. Исключение, если идем в воскресенье с утра натощак в церковь в центре Москвы, а потом весь день гуляем по городу, а вечером в клуб. Тогда зайдем в недорогую столовую, возьмем супчик, гарнир, чаек. Еще на прогулке очень важен психологический комфорт. Кто-то неуютно себя чувствует в толпе, кто-то не любит, когда мимо него проносятся на дикой скорости велосипедисты, кто-то любит, когда звучит музыка, а кто-то любит, наоборот, тишину. Важная составляющая психологического комфорта – это иметь возможность прекратить прогулку в любое время. Например, во время прогулки мальчик начинает приставать к девушке своими уродскими знаками внимания. А девушка просто говорит, я, пожалуй, пойду домой. Поворачивает и идет к метро. В Москве на прогулке обязательно всегда надо знать, где находится метро ближайшее. Потому что на метро можно быстро уехать в любой конец города. В Багадане с этим было сложнее. Там не только метро нет. Там и даже наземный транспорт далеко не везде есть и ходит редко. Кстати, в Москве сейчас еще очень удобно такие карты, по крайней мере, в центре Москвы поставлены. Где какая улица, где какое метро. Это точно. И это здорово. Теперь поговорим о взаимоотношениях с тем, с кем вы гуляете. Если это компания, то важно определиться, как эта компания к вам относится. Например, они побежали на красный свет или мимо всех переходов, на перерез всем машинам через дорогу. Вы нет. Будут ли они ждать, когда вы перейдете дорогу, как положено, на переходе на зеленый свет светофора? Будут ждать они вас или не будут? Если компания, с которой вы гуляете, захочет завалить в кафешку и пару часов там просидеть. А вам как-то совершенно не хочется в этой кафешке сидеть. Вы пришли именно для того, чтобы гулять, ходить. Физическая нагрузка и дыхание свежим воздухом. Да. Обязательно. То, как дальше сложится прогулка? Да. Ну, они пошли в кафешку, а мы дальше по бульвару. Ну, потому что это та ситуация, когда мы... Смотрим всякие интересности, слушаем своих любимых музыкантов. Да. То есть это потому, что мы можем себе это позволить. Мы можем... Мы с ними не связаны, поэтому мы можем постоять около музыканта, можем погулять, можем что-то посмотреть, какой-то арт-объект. Да, почему бы и нет. А вот если это экскурсионная группа, например, из твоего общества инвалидов, где нельзя отбиваться. Вот, тогда, конечно, придется лучше смириться и подчиниться, чтобы потом дальше иметь возможность с ними продолжать отношения. Вот-вот. И пользоваться их условиями. И тут важно понять, надо ли нам с ними, с этой именно группой, идти на какой-нибудь ВДНХ или заряде, чтобы потом, потому что потом жрать бутерброды по 300 рублей и кофе по 200 рублей, и по два часа сидеть в кормушке. Потому что вот мы эту компанию знаем и знаем их склонности к таким времяпровождению. И если они вот зовут нас на ВДНХ или в заряде, то мы тогда сразу им даем. Нет, ребята, извините, потому что мы лучше сами там погуляем. Вот если они зовут на какую-то экскурсию, которая так была бы платная, а так бесплатная, за автобус не платим. И выезд куда-нибудь в Подмосковье. Тогда уже потерпим их все. Любые их все, как говорится, выходки. Их заморочки. Это пожалуйста. Потому что нас свозили, сводили. Да, потому что как бы тут-то именно от них экономия на билетах. А какой-нибудь ВДНХ или заряд, где мы и так знаем лучше всех экскурсоводов. Мы сами там можем экскурсоводами работать. Ну да. Причем расскажем больше всего интересного, потому что залезаем во всякие укромные уголки, куда экскурсии не водят. А, это да. И знаем еще кучу всяких лайфхаков. А, кстати, для многих проблема, о чем говорить на прогулке, особенно когда не о чем говорить. Ну, во-первых же, можно и не говорить, а просто наслаждаться прогулкой. Лично мы просто рассматриваем то, мимо чего идем. Например, читаем надписи на памятниках и на мемориальных досках, фотографируем, стараясь сделать какой-нибудь художественный кадр. Потом отсылаем эти фотографии в разные группы в соцсетях. Точно. Нюхаем цветы. Особенно красивые и очень вкусные. Да. Вот, кстати, по поводу фото. Некоторые очень любят фотографировать смартфонами. Потом у них аккумуляторы разряжаются, и они без связи остаются. Не могут друг друга найти. Они с селфи-палок свои гаджеты роняют, на асфальты водоемы. Лично мы используем на прогулках специальный малогабаритный дешевый фотоаппарат. И такой же вот штатив. Треножник дешевый. Вот фотоаппарат. Вот штатив. А, вот еще, кстати, селфи-палка. Иногда ей тоже пользуемся. То есть тут принципиально важно, как фотоаппарат крепится, в отличие от гаджетов, к той же селфи-палке. Вот на винт. Это не вот такая защелочка, с которой... С которой все падает. ...которая предназначена, чтобы развивать эти самые гаджеты. А фотоаппарат, это, пожалуйста, вот мы машем, и он никуда не денется. Да, это точно. Фотографируем, ставим таймер, делаем селфи. Это точно. Также на штатив крепим фотоаппарат. Крепим его на все, что угодно. Вот у него такие когти, как у ястреба. Вот, пожалуйста. Хоть на палец, хоть на забор, хоть на какую-нибудь урну поставить. Хоть на дерево даже, на какое-нибудь. Да, мы на что-то угодно это не крепили, потому что когти вообще такие хорошие у этого штатива. Он легкий. Да, очень хороший. Все, в карман влезает. И это всегда под рукой, и это удобно. Еще у нас, конечно, вот такой комплект перчатки плюс намордник. Как раз фотоаппарату, прижавшись к этому объективу, будет довольно мягко. Это точно. Так что в кармане это все у нас лежит. Вот наша фототехника. И для тех, кто фотографирует, принципиально важно, фотографировка должна быть под рукой, а не в рюкзаке за спиной. Это точно. Носить с собой большой фотоаппарат, хороший, тяжелый, дорогой. Если вы не фанат-фотограф, это нагрузка физическая, психологическая. Довольно большая. Ну, хотя вот у людей, у некоторых фотографов есть такая болезнь. Фото-зависимость. Это когда человек начинает испытывать суровую депрессию, если в сутки сделает меньше ста кадров. Ну, и еще важный момент. А как встретиться, чтобы пойти гулять вместе? Особенно с учетом того, что люди любят опаздывать. Вот когда не было сотовых телефонов, приходилось встречаться или в метро, или в центре зала, или возле какого-нибудь памятника. договориться заранее, где во сколько встречаемся, сколько времени ждем опоздавших. Для больших групп это актуально и сейчас. А если хотим встретиться вдвоем, то гораздо удобнее встретиться непосредственно в месте прогулки, например, в том же парке, или в таком месте, где комфортно. Там, кто любит жрать в общепите, например, в кафешке, кто ходит в храм, ну, например, в храме. Ну, в храме, да, потому что вот я жду подругу в храме. Я в это время не сижу, не скучаю, а я там наслаждаюсь иконами. Запас времени, вот, два с половиной часа. Да. Или в клубе то же самое. Приходим в христианский клуб знакомств, где всем рады. Да. Приглашаем вот какого-нибудь нового человека. Да. Приходи в клуб, там встретимся, в этом клубе. Ну, да, да и в храм тоже вот там богослужение идет, я и наслаждаюсь. Тем временем жду подругу. Она может прийти к концу богослужения. Ну, вот, вот, да. Но мне не будет особенно обидно, потому что я все равно богослужением успела насладиться. Ну, с ней или без нее. Ну, да, тут же принципиально еще та ситуация, что вот человек раз и опоздал на полчаса и не пришел. То есть это не должно вас напрячь. Это точно. Вы эти полчаса должны замечательно проводить время, а не тупо ждать его где-нибудь в метро, в центре зала. Извините. Извините. Я, например, даже в каком-нибудь монастыре могу на длинной службе находиться. Там даже по-честному могу и очередь выстоять, и поисповедоваться с комфортом, и с легкостью. И никто меня не беспокоит, никто меня не трогает. Пришла моя подруга, я ее с собой тоже провела. Ну, если не пришла, ну, Тань, мои проблемы. Ну, да, именно так. Ну, и самое главное, да, как, и самое главное, вот, как семьеведом, любителем, такой вот способ, как с помощью прогулки определить, подходит ли вам человек для более серьезных отношений или не подходит. Ну, вообще критерий, конечно, подходит, не подходит, очень субъективный. Но, можно что сказать по результатам прогулки. Если с ним даже просто вместе гулять неприятно, некомфортно. Это не вариант. Да. Если гулять с ним комфортно, неприятно, то уже минимум можно приятельские отношения. Есть уже приятельские отношения, которые можно апгрейдить и в дружбу, и в любовь, и в дружбу. Ну, да, можно развивать отношения. То есть, отсев по результатам прогулки возможен, а делать выводы подходит или не подходит для семейной жизни на основании... Это уже проблематично. Даже если вы вместе гуляете уже полгода, нельзя сделать такой вывод. Нельзя, конечно, потому что уже отношения с человеком на основании прогулки мы не узнаем. Поэтому дальше уже ну как-то... Уже надо апгрейдить отношения. Апгрейдить обязательно, да. То есть, поверьте, будут ли ваши приятельские отношения, которые вы завязали на прогулках, будут ли они апгрейдиться в дружбу и во флирт. Дружба предполагает не только совместное времяпровождение комфортное, но еще и взаимопомощь. Взаимовыручку какую-нибудь... Естественно, дружба и любовь это и есть серьезные отношения, но флирт это уже на любителя. Ну, флирт это когда примешивается сексуальность, поэтому как раз погуляли, посидели в кафешках, потанцевали, пофлиртовали. Ну, там, кто себе позволяет добрачные и сексуальные отношения, может, и сексом поднимались. Ну, может быть. Где-то. Но это не то, что... Ну, это уже как бы развитие отношений гулябельных. Ну, это да. Ну, на эту тему может быть мы запишем отдельное видео, типа как развить отношения из состояния мы просто гуляем во что-то более серьезное. Это да. Это уже будет отдельное видео, потому что это не запихнуть. Хотя мы даже не очень представляем, как тут говорить, потому что это все настолько сильно индивидуально, потому что прояволка это все-таки типовые отношения. А как дальше отношения, как люди будут дружить, как будут флиртовать, или как они еще, каким образом будут всем их создавать. Это очень-очень много вариантов. Это все безумно индивидуально. Да, это правда. Если мы придумаем, если мы сможем какие-то выделить критерии, можно какие-то хотя бы типы отношений, которые могут хотя бы дать типовые отношения. Ну да, типовые какие-то. Это мы еще будем конечно изучать точно сами. Другими словами, по результатам прогулки сказать, человек подходит для семейной жизни не подходит невозможно. 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 Ну и что, на этом прощаемся, наверное. Спасибо большое за внимание. Пишите комментарии, ставьте лайки. Если поставили дизлайк, пишите, за что дизлайк. Будем работать над ошибками. дизлайк.